В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Любить, чтобы выжить, как девочки из провинции зарабатывают на жизнь и чем за это расплачиваются. Опасный бунтарь. Кого звать на помощь, если сосед не вменяем и угрожает то топором, то поджогом. Где тонко, там и рыбаки. Новые ЧП на водоемах. Завершился второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Итог операции – почти 11 килограммов наркотиков. Крупная партия запрещенного товара была изъята у 54-летнего жителя Шиловского района. Мужчина был судим за различные преступления 8 раз. В общей сложности провел в местах не столь отдаленных 15 лет. И кротким нравом явно не отличался. Мужчина, обладая достаточно агрессивным и неспокойным характером, держал в страхе всю округу. В его доме было проведено обследование. Там было обнаружено большое количество марихуана, которое хранилось в мешках, в наволочках, общей массой 2,5 килограмма. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили ружье, патроны и несколько банок с порохом. Возможно, в уголовном деле появится еще и статья браконьерства. В конце июля в Госдуму был внесен законопроект о борьбе с ложными аккаунтами. И это уже не первая попытка всерьез взяться за проблему миллионов фальшивых масок интернета. Виртуальная среда для общения стала мегапопулярной, но нет гарантии, что под личиной добропорядочного человека не скрывается злодей, который намеренно портит чужую репутацию. Причем завести фейковую страницу очень легко, а оспорить вашу принадлежность к ней гораздо труднее. Главное преимущество интернета – анонимность его же и недостаток. Однако не стоит думать, что можно избежать наказания. Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя рабочего поселка Ухолова. Мужчина решил отомстить сотруднику полиции и на сайте одной из социальных сетей создал страницу от его имени. Впоследствии обвиняемый разместил на данной странице видеофайл, который содержал материалы с ложным обвинением сотрудника полиции в совершении тяжкого преступления. Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками ОМВД России Паризанской области, которые и обнаружили данную страницу в сети интернет и вычислили с применением новейших технологий зломышленника. Чем больше таких гений встрочит кляузы под чужими именами, тем активнее работают службы безопасности. Даже первые лица страны периодически становятся жертвами хакеров и хулиганов. В этом есть и вина пользователей, которые сами размещают массу информации личного характера, а потом удивляются количеству завистников и страниц клонов. Когда-то в нашей стране не было секса и рыночной экономики. Сегодня законодательство не поспевает за сумасшедшими темпами развития рынка услуг за деньги. И большинство работниц этого фронта – жительницы провинциальных регионов России. Спрос на подобные услуги неисчерпаем, а интерес состоит лишь в том, кто получает от этого выгоду. Организованные преступные группировки – государства, как во многих цивилизованных странах мира, или сами девушки. Существует мнение, что 61 тысячи человек, 60% женщин не видят смысла в отношениях с мужчиной, если не получают от них материальной выгоды. Причем дамы предоставляют своим ухажерам широкий выбор. Альтернативой наличным могут стать рестораны, подарки или отдых на море – кому что по карману. Если спросить полицейское начальство или чиновников, то они ответят, что проституции у нас в стране нет. Звучит так же, как, строго говоря, нет бандитов, а есть группы, предоставляющие силовые услуги. Так же, как нет казнокрадов, а есть бизнесмены, находящиеся в тех или иных отношениях с законом. За последнее время не раз пришлось вспомнить представительниц первой древнейшей. В кадре были и те, кто представляет в этих кругах элиту, и девочки попроще. В качестве урока начинающим ночным бабочкам хочется привести пример печально известной девушке Слады. Она погибла от рук постоянного клиента. Если в общих чертах, то девушка после очередной встречи испугалась, что забеременеет, о чем тут же сообщила клиенту. Мужчине претензии показались слишком резкими. Виновник трагедии так и не вспомнил, в какой именно момент в руках оказался кухонный нож. Я не могу утверждать, сколько именно ударов. Два примерно сколько. Ну, два или три. Может, больше, я не знаю. История получила широкую огласку. Девушку начали разыскивать родители. Разумеется, ничего не подозревающее о способе заработка их дочери. Вскоре было обнаружено тело жертвы. И следы преступления явно указывали на неоднократно судимого мужчину. Вдвое старше погибшей. Сотрудники уголовного розыска начали его подозревать. Ввиду того, что последним местом, где находилась данная девушка, непосредственно был указанный дом. Потому что таксист, который привозил данную девушку, указал на этого мужчину. Но по месту жительства на тот момент он был в Екатеринбурге, он не проживал. Злодей сам пришел в отдел полиции, чтобы сознаться в содеянном. В Екатеринбургскую область он ездил попрощаться с сыном, который там проживает. Эксперты установили, что обидчик девушки нуждается в лечении. А в чем нуждаются такие, как Слада? В хорошей работе с окладом и обеденным перерывом, в родителях, которые интересуются, на что живет их дочь, или в уважении к самой себе. Ведь если на чистоту, то очень многих провинциальных девушек, ступивших на скользкую тропу, устраивает почасовая оплата. В тот злополучный день погибшая за полтора часа заработала две тысячи рублей. По словам последнего клиента, приезжала регулярно. Сколько было таких, как он, неизвестно. А возвращаясь к началу сюжета, стоит признать, миллионная армия девушек до последнего готова терпеть унижение и жестокость своих постоянных или временных кавалеров, пока те готовы раскошеливаться. Многие жители не доверяют хлипким замкам камер хранения в супермаркетах, и, как показывает практика, не напрасно. На днях в полицию обратилась 50-летняя жительница города Рыбная, которая сообщила, что у нее похитили пакеты с покупками. Женщина воспользовалась камерой хранения одного из рязанских супермаркетов и отправилась в торговый зал. Но по возвращении своих вещей, в том числе дорогостоящего планшета, не обнаружила. Грабитель оказался уже знаком полицейским. 25-летний мужчина долго и терпеливо высматривал в толпе покупателя с объемными сумками. Когда жертва исчезла между рядов с продуктами, злоумышленник вскрыл ячейку, забрал содержимое и скрылся. Мы напоминаем рязанцам, что привлечь внимание грабителей проще простого. Как дорогой шубой, так и телефоном, который вы по привычке достали на остановке. Будьте внимательнее и на всякий случай не оставляйте ценные вещи в местах общественного пользования. К другим темам. Ежегодно возбуждается и прекращается в связи с невменяемостью подсудимых свыше 10 тысяч уголовных дел. Бывают случаи, когда острый психоз становится причиной опаснейших преступлений. Что делать, если сосед явно нездоров и угрожает кому-то из близких? Опять же, куда звонить? В скорую помощь или в отдел полиции? И можно ли рассчитывать, что опасного соседа действительно изолируют на долгий срок? Или он вернется через пару дней, настроенный вдвое решительнее? В июле этого года участковый полномоченный пострадал от рук такого человека. Оперативно-следственная группа выехала в Спасский район усмирить местного жителя, который разгуливал с топором и угрожал прохожим. По словам соседей, мужчина частенько вел себя неадекватно. Полицейским он не обрадовался и первое, что сделал, выплеснул уксусную кислоту в лицо участковому полномоченному. Уголовное дело было направлено прокурору с постановлением о применении к вышеуказанному лицу по принудительным мерам медицинского характера. В ходе расследования уголовного дела был собран характеризующий материал в полном объеме, в результате чего было установлено, что данное лицо уже до этого состояло на учете в психонерологическом диспансере. Выяснилось, что за несколько месяцев до этого инцидента дебошир поджег собственный дом и все это время жил в сарае. По мере обострения кризиса ему периодически назначали курс лечения, после чего он снова возвращался домой. Такой сосед хуже пороховой бочки, но это именно тот случай, когда детонатор в руках нестабильного пациента. В бывшем Советском Союзе система контроля над психически больными людьми работала лучше. Возможно, в некоторых случаях это и нарушало права человека, но тем не менее людям вовремя оказывалась необходимая помощь. Была хорошо поставлена профилактика и лечение душевнобольных. Сейчас прав у нездоровых людей стало больше, но им все хуже. Только единицы приходят за помощью добровольно. Настоять на госпитализации могут родственники, но они или, как в нашем случае, судьбой больного не интересуются, или жалеют его и скрывают истинное положение дел. Другая ситуация, если бунтарь опасен для окружающих. Жителям сразу же необходимо обращаться в отдел полиции, чтобы зафиксировать данный случай. И по данному сообщению, соответственно, группа немедленно приезжает на место. И уже разбираются на месте происшествия, что произошло и какие действия необходимо дальше предпринимать. Статистика душевных недугов впечатляет. В мире насчитывается 450 миллионов людей, страдающих психическими заболеваниями. То есть в каждой четвертой семье на планете есть один потенциальный клиент психиатра. За последние полвека показатели душевных расстройств в России выросли в 10 раз. Но еще больше появилось разновидностей недугов, свидетельствующих о степени тяжести. Бояться нужно не каждого, но если есть опасения, лучше принять меры заранее. В период ледостава детей и любителей рыбной ловли объединяет одно. Но они, не задумываясь о собственной безопасности, играют или рыбачат на еще не окрепшем льду. Задолго до наступления календарной зимы сотрудники МЧС проводили рейды. Но стоило оставить любителей ухи и тарани один на один с удочкой, как все наставления и обещания снова забывались. Тонкий лед для рыбака, как мед для пчел. Стоит температура опуститься ниже нуля, как на водоеме один за другим появляются экстремалы. По-другому людей, рискующих жизнью ради пары карасей, не назовешь. В ответ на резонные замечания либо отшучиваются, либо предпочитают промолчать. Только в период с 27 октября по 4 ноября на водоемах области утонули 7 человек. Сначала спасатели извлекли тела рыбака из водоема в деревне Большие Поляны Старожиловского района. На следующий день двое рыболов оказались под водой в другом, Рязанском районе. К счастью, одного из них удалось спасти. Двое утонули в Касимовском районе и еще трое в Михайловском. Но если взрослые идут на риск сознательно, то малыши степень опасности часто не осознают. В феврале прошлого года на озере Сынтул в деревне Выхово Касимовского района провалились под лед двое детей 5 и 7 лет. Дети прыгали на лед озера с ограждения понтонного моста. Прыгали одновременно и несколько раз. После очередного прыжка лед под ними провалился и дети оказались в воде. На крики о помощи к тонущим ребятам подбежал мужчина, который ловил неподалеку рыбу. Ему удалось вытащить обоих из воды, но младшего так и не удалось спасти. Мало того, что многие родители в принципе позволяют малышам играть без присмотра взрослых, они совершенно не объясняют детям правила безопасности. А ведь сделать это можно с помощью игры или обыкновенного мультфильма. Может, еще рановато кататься. Пусть промерзнет как следует. Еще свежа в памяти история с исчезновением двух девочек, жительниц Сасовского района. В последний раз их видели именно на берегу реки. На их поиски были брошены все силы – полиция, волонтеры, родственники, местные жители. Но тонкий лед не оставил школьницам ни единого шанса. Объясните своим детям, чем опасен тонкий лед и не подавайте им плохой пример. Если вы стали участником или свидетелем преступления, и вам есть что рассказать, звоните в нашу редакцию. Напоминаю, телефоны 720020 и 720021. А на сегодня это все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин